Всем приветики. Киска-Лиска играет. Кстати, она играется вот этой вот своей игрухой. Не часто, не постоянно, но периодически играет. Так что куплена не зря, деньги потрачены не зря. Сегодня, кстати, у Волика день рождения. Сегодня она не на работе, поэтому я ее буду поздравлять, как я и сказала словами. А завтра уже завезу подарок. Вчера делала пирожочки с картошкой. Картошка с ливером. Люблю такие пирожки. Коля не очень любит. Он любит с капустой. У него осталось два с капустой. Эти с картохой. Взяла себе, Буху и Анютке на работу по пирожочку. Воли сегодня выходной. Сейчас мы поставим, поставим туда. А зачем? А да, можно и не видеть. Ну там, просто смотрите, это 189 тысяч прошло. Тут прошел 139. Ну там и там, мы с тобой себе чат. И там, и там печки как бы такие уже, знаете. А почему это там все так быстро ломается? Вернее, почему это такой ресурс небольшой? А у них 100 тысяч. Специально седьмого покупали. А я вас уверяю, что сейчас, ой, бумаги только. Я вас уверяю, что новый, новая техника, это вообще сейчас как одноразовое изделие номер два. Попользовался, выкинул. Так вот, походу, да. Все телефоны, да, сломался, все новое. Вот, слушайте, вообще. Ну, давайте, если так честно разобраться, если вот это все делать надежно и на века, Какая смысл нету, да. Реализация какая будет? Их 100. А сабды эти делали хорошо раньше. Слушайте, ну я вам хочу сказать... А сейчас все по-другому. У меня до тебя интуиенты... Это в памяти было вчера, забывали. Ну нормально, да? Вам хорошего дня. Спасибо. Слушайте, вот тебе, говорю, повезло, а. Мне такие работники, вот не надо, ну, уже самые, одни из самых первых, наверное, приходят. Ну да, да, да. У вас на сколько рабочих есть? С девяти, так мы пока чайники нагрели. А зачем вам чайники греть? Ну вот и девчонки, нашли свою энергию, нагрели чайники, игорь, исаканул. Вам хороша моя девушка. Спасибо. 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 Привет, именинница. С днем рождения тебя, знаю, ты не спишь, потому что собаки тебе дадут спать. Вот, соску там ссосешь, наверное, или нет уже, или ты уже взрослая. Короче, ну ты же ребенок. Ой, ты бабка. Я тебя поздравляю с днем рождения, Лорик. Я тебе желаю крепкого-крепкого прям здоровья, отличного настроения почаще, улыбаться, мечты должны сбываться, вот, какие-то планы твои реализоваться, мирного неба над головой, это обязательно. Очень важно. Вот, никогда не думала, что буду сейчас желать, вот, в день рождения такие пожелания. Вот, чтобы с детьми было все хорошо, с мужем, с внучеком, чтобы все было, чтобы здоровенький рост, чтобы радовал. Ты уже дядька Лорик, молодец ты такая. А, вот и сидела. Умничка, вот. Ну, короче, вот так вот, вот, я тебе много чего желаю, всего только самого хорошего, и вот в этот день рождения, чтобы тебя вообще все радовали, радовали, и чтобы этот день запомнился. Конечно, мы взрослеем, да, ну, не так радует на день рождения, как раньше, но пусть он радует, да, но все равно пусть радует, и всегда радует. Вот так вот, наживала. Ну, а завтра, Лорик, я к тебе заеду, ну, я до 16 на работе, сразу к тебе заеду, тебе подарю подароночки. До 15. Все, передаю тебе лучики добра от себя, вот, давай, целую, пока. Давай, пока. Лена, а! А, завтра до 15. А! Суббота, я сейчас напишу. Аня, я, 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 я. Слушай, да. Посмотри, что я отдала, и жвачку там отдала. Все из кармана, что болотовый вывали. Да, все, что болотовый вывали. Лорик, Лорик, поговорила с тобой, мне Анютка на работе говорит, Лена, мы завтра не до 16, мы завтра до 15. Короче, я к тебе заеду после 15. Все на том. Ты посмотри, сколько время, где все? А сколько, правда? 11 минут, ну, 10, 7, 6. Ну, тут не знаю, где правильно. Лиса, Лиса, это не твой размерчик. Это не твой размерчик. Пытается влезть в вот эту маленькую коробку. Я уже дома, я уже отработала. Лиса, Лиса, это Лорика подарок. Короче, сейчас я вам покажу Лорика подарок. Одну часть подарка собрала. Сейчас покажу. Только заберу у кошки коробку. Так, показываю подарок. Это вот маятник Ньютона. Я его собрала. Он работает либо от батареек, либо можно батарейки убрать. Просто его раскачивать, но тогда он долго не проработает. Я не знаю, как Лорику, но мне такие штуки нравятся. Во-первых, она успокаивает. Вот так вот двигается потихоньку, как часики тикают. И как-то вот ровно на душе становится спокойно, тихо. У меня, у брата, у Миши, была такая же штука. Вот. И ему очень нравилась. И судя по отзывам, вот, судя по отзывам, людям тоже нравится. Поэтому, надеюсь, Лорику тоже понравится эта штучка. Я пока батарейки вставила, но она разбирается. Я ее разберу. Разберу. Я думаю, Лорик-то у нас умная. Собрать по картинке сможет. Я-то умная собрала. Она, тем более, собирает люстры. А с этой штукой справится 100%. Так. Затем продолжение подарка. Вот такая вот ароматическая свечка. Пахнет вкусненько. Затем термоносочки. Вот такие вот термоноски. Вот. Пусть Лорик будет теплее. Даже вот на работу одевать. Иногда придешь к ней, особенно летом, да, летом, когда не топят, и на улице холодно. Она холодная. Она холодная, она вся замерзшая. Так что, даже на работу, такие носочки, тапочки, и будет классно. Можно и бегать, и тепло, и хорошо. Затем вот такая вот шоколадка для нее. Чтобы было сладенько. Это норвезский шоколад. Очень вкусный, очень вкусный. Обалденный. Мне нравится, и многим нравится. Там много разных вариантов. Я взяла с орешками. Вот. Затем шкатулка. А в шкатулке вот такая вот улитка-патриот. Это по просьбе Лорика связанная. Она мне намекнула, что она хочет улитку-патриота. Конечно же, Лорик, как просила, так и получай. Вот твоя улиточка. Она к тебе поедет вот такой шкатулочке. Вот так вот завтра отвезу. И вот такой вот брелочек из латуни, именной. Вот, покажу поближе. Лариса. Там мордочка котейки. И написано у нас, что тут? Самостоятельная, проницательная, смелая. Все про Лорика. Все про нее. Все сейчас упакую. Мне завтра после работы ей завезу. А следующий этап, что я сейчас буду делать. Я буду собирать посылку для анютки в Санкт-Петербург. Главное, что я хотела найти коробку у себя на работе. Коробка нужна такая, чтобы без всяких дырок. Вот, к примеру, без вот таких вот дырок. И коробка должна быть без скотча, без надписи. Ее надо вывернуть. И в такой коробке можно отправлять посылку. То есть не надо тратить деньги на саму коробку. Но на самом деле так. Потратил деньги на коробку. И в этой коробке, которая почтовая, уже нельзя никому ничего отправить. Она дурацкая. Во-первых. Во-вторых, она уже подписанная. Просто на выброс. А так коробочка, если, ну, с магазина или откуда, вывернул, подписал, отправил. Так, что вы думаете? Я не нашла коробки у себя на складе подходящие. Что-то все нормальные коробки куда-то разлетелись. Это коробка та, в которую Аня присылала мне банки пластиковые. В которой она мне присылала посылочку. Это котика коробка. Я так понимаю, из-под машинки. И в этой коробке все поедет обратно в Санкт-Петербург. Вернее, не все поедет. Ну, кошка, например, поедет. Аня, нужна тебе кошка? Она уже вот начинает себя паковать. Ты пакуешься, да? Все, ты готова. Ну, давай как-нибудь угол занимай какой-нибудь. Вот, вот там и сиди. Я здесь буду складывать. Анютка присылала мне эту коробку, но она ее зашивала тканью. То есть, она была зашитая. Я же зашивать не буду. Как видите, я ее вывернула. И сейчас буду наполнять. Ну что же, наполняю коробочку. Сюда уже поставила вот такую вот машину для котика. Пусть катает. Туда можно сажать кого-то, возить пассажиров. Короче говоря, вот такая вот машина. Потом Анютка просила меня. Лена, хочу вашей рыбки, хочу рыбки, хочу рыбки. Я говорю, хорошо, Анюта, я тебе пришлю. Но я сразу предупреждаю. Это вот очень жестко. И вот я бы не ела, честно говорю. Но раз Анюта просила, я и шлю. Значит, это, как они называются, густера. Это Коля ловил. Это с Воронежской области. Вот такие вот покрупнее я выбрала. Не знаю. Но если порезать, не, если кто-то любит, то нормально. Я вообще не люблю вяленую рыбу. Для меня это вот одно, что есть, что ее нету. Короче, вот это вот с Воронежской области рыбка. Это с Мурманска. Это вот окуньки тоже. Но они такие, как бы сказать, сухие. И если грызть, то с пивом нормально. Но Аня пиво не пьет. Муж, наверное, пьет. Я не знаю. Ну, короче говоря, просили, отправляю. Это окунь из Мурманской области. Коля привозил эти без голов с какой-то отдельной рыбалки. Эти с бошками, с какой-то другой рыбалки. Сейчас я все это упакую. Хорошенько замотаю, чтобы посылка не провонялась рыбой. И пускай едут в Санкт-Петербург. Аня, мы плывем к тебе. Затем вот такое мыльце ручной работы. В коробочке я сюда кладу. Вот туда же написано. Мыло, ручная работа. И вот такая милая кисюлечка. Мыло израсходуется. А коробочка пригодится. Продолжаю складывать дальше. Здесь у меня превосходная чайная ассортин. Это чаек. Затем положу вот такую игрушечку. Я показывала, покупала в ленте. Так, в машину не влезет. Ложись сюда. Затем вот такой вот магнит с предсказанием. Интересно, что там будет. Снова кошка. Снова кошка. Кошка, ну куда ты? Куда ты, кошка? Поехала, да? На Питер? Ну, покуйся. Покуйся, давай. Давай, давай. Куда будешь? На рыбу ложись. Так, магнитик сюда положим. Затем тоже вот такие вот щеточки я показывала. Мочалочки. Оба-на. Тоже на Питер. Тудым, сюдым. Все. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Покуйся. Все, ложись. Все, все. Мне надо знать, сколько у меня места остается свободного. Так что лажь. Не надо доставать ничего. Нет, я сказала нет. Покуйся, киса. Затем туда положим вот такого вот прикольного, славного, милого гномика. Лиса, мы еще гномика туда запихаем в машину. Да, пускай там лежит. Вот так вот туда вот. Все. И затем такую же белочку, как у меня, тоже отправим на Питер. Так, ну вот. Не опасно даже что-то отворачиваться. Она тут творится с делов. Вот она моя белочка, карабкается. А вот Анюткина белочка, тоже такая же, полетит, поедет на Санкт-Петербург. Сделала в коробке небольшую перестановку. Здесь у меня пакет с вкусняшками. Не буду показывать. Анютка пусть потом посмотрит. Пускай это будет сюрприз, но я знаю, что это точно ей и ее мужу понравится. Затем я положила посылку вот такую вот рыбеху. Я отправляла такого же, вернее, из этой же серии дельфиненка. Это поедет туда рыбеха, к дельфиненку, чтобы дельфиненку не было скучно. И еще такую приправу. Я себе купила несколько штучек и одну положила Анютке. Это покупала в Лисках, в Поляне. Очень классная приправа. В суп, в борщ, куда угодно. Вот там, ну, сушеные обычные овощи. Чесночок, перчик болгарский, помидорки. Классно, вкусно, придает привкус. Первым блюдом. Я в первые блюда кладу. Наверное, можно и во вторые. Но я кладу в первые. Так, ну все, что хотела, сложила. Здесь у меня, кстати, еще лаванда. Анютка просила, я поделилась. Мне давали лаванду. Новогодний, попкорн. Вот. В коробке осталось место. Не знаю, сейчас, может быть, чем-нибудь доложу это место. А может, так оставлю. В принципе, что хотела положить, я уже положила. Я сижу, монтирую. Очередная, милая, славная, прикольная, смешная, любимая Лиска. Шпит, ничего ей не надо. Борода темненькая, знаете, шерстка на бороде темненькая. Тимоха, Люся, девочка, ты спи, спи, да, спи, все. Все, пусть Лиска спит. Я немножко помонтирую. Коля уже там тоже улегся, кажется. А вам скажу всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok